купите любимой девушке цветы девушка сама купила я шла 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 смотрю такая старая старая бабушка стоит продает цветочки а ты знаешь как я долго жду хризантема мне в году пожалуйста я очень прошу подарить букетик астры август сентябрь и букетик хризантем потому что наши в огороде не хотят свести ночью они показывают что зима будет позднее по хризантемам определяем когда зима есть разные сорта есть летом цветут осенью не пользу зацветут они позже зацветут мороз бабахнет я иду такая бабушка стоит согнутая согнутая продает калину яблочки в кулечках и цветочки вот ты не устояла я не устояла приехал за мной муж я подхожу к машине как цветочница помните фильмы были может откроет дверь я ему протягиваю букет и говорю купите любимой женщине цветочки говорит у меня деньги только на карточки я говорю переводите мне на карточки посмотрите какая красивая какая красота именно желтый хризантем лишь никогда не дали мне бортовые розы песня есть что когда ты подаришь бортовые розы это сигнал что ты меня разлюбил я розы вообще не дарил я тебе полевые всякие эустома ты мне все такое вот а подари мне только астры хризантемы вот как на 1 сентября у бабушки букетик не надо в магазине в этом и хризантемы вот и вот такие вот дешевые не вот те вот знаешь такие как ротару поет вот такие вот бомбы хризантемы и меня вот такие вот метелочка лёшенька а можно меня где-нибудь сейчас возле леса вот тут остановить я фит-фит сбегу за шишками ты же не хочешь ехать в лес а ты постой по горе а я пробую раком пробегусь и шишечки соберу ну ты же не хочешь ехать в лес ну вот я вот тут вот вот тут где там можно меня выкинуть и я побегу мне полбанки шишек сделать я же тебе сделаю настойку себе сделаю приглашаю на свидание в лес он не хочет никуда это начало пессимизма нет активной жизненной позиции в лес не хочет представлять такая погода чудесная а мне надо настойку для сердца сделать это шут это после инсульта после инфаркта шишки собрать ну что ты можешь когда-то были шишки про завоняли шишки не они не воняют они в бутылку водки не купили и не будь меня вот тут возле лесу ручка я сама побегу я все сама так что посмотрим сейчас куда меня муж вы видите в гибри ну вот же без права маленькие по дороге домой справа шли сочи воду шагом засветите в лес вот так остановились и я найду в лес вот такой характер у моего мужа если он сказал нет то будет нет и что не спросишь всегда будет нет вот у нас впереди лесу через час туда зайду в глубину от дороги от трассы здесь все прокопано и я хочу собрать шишки называется красные шишки но я сейчас соберу и и еще соберу и положу в морозилку на несколько дней сейчас я пройдусь по этому рву это от пожара так вот завалили шишки должны быть маленькие не раскрыты ой здесь был пожар посадили лес но он уже вырос так итак я иду искать шишки о ой высоко как обычно мы едем когда зима мороз и снег но сейчас не буду ждать мороза надо сделать сейчас настойку шишки вижу но они все раскрывшиеся нет прошлась тогда в глубину в лес нету шишек которые не раскрывшиеся все шишки раскрылись то ли это очень жаркое лето такое было вообще нет шишечек закрытых поэтому скорее всего я сейчас выгружу мужа не буду его раздражать и поеду кататься в леса дна пусть поволнуется ага сюда иду зашла глубоко нет вот такие большие раскрытые то ли жаркое лето то ли это не тот лес сейчас поеду 1 нет я теперь хочу сама поехать потеряю значит буду предпринимать нашим там какой контент ты мне сказал нет значит нет я чё тебе девчонка я не девчонка я с румынии сама до твердой сейчас поеду сказал нет значит не хорошо хорошо потеряюсь будешь будешь знать как не кать как скажем днем пока кончивать там куда мне ехать как и тебе расскажу через кладбище через кладбище ну да я вам не куколка оттого что я улыбаюсь я очень много мотаю на ус если мне сказали нет значит нет если тяжело проехаться в лес просто на полянке постоять я после капельниц поеду немножко адреналинчиком немножко наедине с собой единственное что надо мимо кладбище ехать мы едем в лес здесь дорога сама по себе не ахти вот то что напишите у кого у мужа хороший характер если такие мужья у которых не просто скажешь а попросишь и первое слово это сразу нет первое слово это сразу нет чтобы ты не попросил по дому еще что-нибудь там пройтись там что-то сделать первое слово нет а потом пройдет время тут как сейчас поехали я говорю нет теперь мы не поехали теперь я поехали теперь я поехали здесь очень такое печальное место не только потому что кладбище а потому что одиннадцать лет назад у нас со двора украли машину летом в одиннадцать часов вечера и угнали по этой дороге я думаю ее бог перекинул вот так вверх ногами как раз вот напротив кладбище итак мы споймали этих грабителей но машина перевертыш есть машина перевертыш очень тяжелое было время очень тяжело его перенесли потому что для нас машина это практически наша жизнь наше движение так вот нет это еще не кладбище так что сказал нет значит нет я очень сложный человек я очень жесткий человек я еще могу сейчас где-нибудь задержаться и потеряться и телефон может у меня разрядиться так вот это кладбище ну вы там сбоку его увидите и здесь дорога до достаточно узкая как они могли 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 перевернуться непонятно так просто машина вот так вот как будто я взял какой-то дух святой перевернул на крышу машина тяжелая была большая вот солдат ой я приехала здесь не очень молодой лес машину оставляю пары выключаю и закрываю машину беру сумку с документами иду в лес я сама очень хорошо в лесу я действительно вот сразу остановилась если вы видите машины вот там вот и сразу здесь нашла шишки молоденькие закрытые сейчас я вам покажу вот дорогие друзья совсем вот так вот вот на вот этой вот полянке небольшой маленькой я собрала достаточное количество шишек для моей настойки еще собрала полынь запах горечи такой это желчегонный эффект антипаразитарная программа очень чистит сосуды и укрепляет иммунитет можно один маленький листик такой вот закатывать в хлебушек и глотать и там в желудочно-кишечном тракте будут проходить очень важные процессы очень хорошо также для сосудов вот антипаразитарная но желчегонная поэтому у кого камушки большие то не очень желательно вот такое количество шишечек я насобирала видите они молоденькие я их положу на несколько дней в морозилку потом одна треть литровой банки ну здесь ну здесь чуть больше залью две трети алкоголя постоит две-три недельки и как профилактика и особенно при восстановлении после инсульта инфаркта мне это в свое время очень-очень помогло по чайной ложечке три раза в день пьется эта банка вот а потом заливается второй раз алкоголем так как это идет осенью мы пьем когда выпиваем заливаем второй раз и весной у вас готовая настойка и вы весной пьете второй раз уже как профилактически или восстанавливающие вот а на осень вы опять едете заготавливаете шишечки видите такое небольшое количество для курса лечения ну вот такие вот шишечки но так как у нас еще нет морозов обычно мы собираем когда снег мороз вот в шишках вырабатываются вещества танины и другие вещества усиливают свои качества поэтому я их пока положу в морозилочку ну а потом сделаю настойку и думаю что мы быстренько с вами как мы с вами умеем это фить-фить и быстро выздоровею очень хорошо очень спокойно можно было бы часик посидеть погулять но поеду домой поеду домой вот и все фары я включила сейчас здесь дорога так называемой тракторной бригады поэтому по полям ну что можно теперь вам пожаловаться и рассказать всю правду все равно никто не смотрит ни дети ни муж ну вы же знаете совсем недавно я была дальнобойщицей и я проехала очень много километров в одна из Румынии по горам серпантинам по разным территориям ехала я в очень тяжелом состоянии психологически эмоционально и физически вот ну я безумно действительно скучала не только за домом не только за сыном но и за мужем вы знаете когда я ехала я действительно настолько была рада я настолько была счастлива и я на интуиции делала все чтобы быть в хорошем настроении ну самочувствие здесь физически как бы не сильно можешь повлиять чтобы нести какой-то юмор иногда какой-то трэш так дорога раздваивается я не знаю куда мне ехать направо или налево вот и практически эти полгода я еще была в дорогах это все было связано с очень серьезными обстоятельствами да я не туда поехала с очень серьезными состоянием связано с физиологией со здоровьем поможу сейчас по себе это я после капельниц еду вот но я всегда старалась нести какой-то позитив и в стримах и в доме и в семье знаете даже вот ты молчишь правда же но ты чувствуешь в каком состоянии человек какой он позитивный или он в тревоге или он в волнении ну понятно что волнения не избежать но я всегда старалась мне кажется мне кажется нести какой-то просто позитив вот чтобы глаза хотя бы улыбались если не хватало сил на физическую улыбку и знаете вот то что сейчас произошло ничего страшного не произошло но я поняла что вот эта сладкая женщина она неинтересна она никому не нужна у каждого человека есть какие-то периоды жизни когда он действительно хочет побыть один это я просто в ютубе много разговариваю и кажется что я такой эмоциональный а думаю я спокойный тихий и достаточно молчаливый но позитивный человек я не туда еду но сейчас все дороги все равно идут на кладбище вот и сегодня я поняла и сегодня у меня оборвалась вот эта тоненькая ой 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 тоненькая тоненькая нить которая связывала меня с этим ужасным прошлым где я была ой я не туда еду где я была как я приехала и сегодня я поняла что мужчина это другая планета я всегда говорила мне все равно любишь ты меня или не любишь главное что я люблю тебя так я не туда поехала но сегодня я поняла мужчины не любят злых агрессивных приставочих женщин да таких вот каких-то вот токсичных но и сладких женщин они не любят это никому никому не нужно я рада что это видео никто не увидит из моих родных и близких так я не знаю куда я еду но я заблудилась но сегодня я принимаю решение научиться молчать по возможности повернуть позитив только к себе только к себе доброй позитивной ласковой там нежной спокойной где-то веселой где-то взбалмошной где-то смешной где-то рассеянной конечно я была для своего мужа но я прежде всего была для себя такой это помогало мне выжить потому что там где я была так далеко мне было безумно тяжело так я не туда поехала вообще не туда я поехала мне было очень тяжело потому что моей дочери было очень тяжело с детьми со мной в этой эвакуации я физически старалась проявить спокойствие заботу о детях о дочери когда сегодня я сотый раз услышала слово нет на все на все что я не опа все нет туда мы не поедем а как же мы поедем и я решила все сладкая женщина никому не нужна и я после капельницы сейчас сама поехала в лес наклонялась в таком состоянии мы не туда заехали с вами так впереди грязи много а вот есть лесная дорога я понимаю что он мне все равно все поможет он мне все сделает и потом сказал что поехали в лес ну я же не кукла какая-то понимаете я не кукла я же не просила повезти меня в кафе или на дискотеку господи куда мы едем все дороги все равно идут в одну сторону поэтому сладкая женщина станет уже совсем другой я просто научусь молчать это все спасибо что вы проехали со мной буду выходить в эфир с полезными советами с народной медициной а вы проанализируйте свои годы жизни десятилетия столетия когда вы были с родным близким человеком рядом 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 а рядом просто нет совсем пока я выехала я постараюсь максимально обходиться самостоятельно чтобы мой муж больше не появлялся в моем эфире и не создавал такую атмосферу которую очень часто он излучает так что все пусть будет мир а все остальное мы придумаем сами буду делать чтобы в постараюсь праздничать в о в двух этап под в в Продолжение следует...